Привет, Света. Здравствуйте, Света. Так, о чем будем общаться? Ну, давайте, присаживайтесь. Вы инженер. Вам очень интересно с вами поговорить. Все, быстро. Все, все. Ну, давайте сюда садимся, чтобы в Свет не садиться. Так. Чем я занимаюсь? Вообще. А кто вас послал вообще? Мы исследуем для себя. Мы архитекторы. Архитекторы чего? Архитекторы, студенты, архитекторы. Сейчас, где у нас причастны? Раз, два. Мы участвуем в этом мероприятии, Техногагарин, но по своей архитектурной части. К сожалению, пока мы не можем говорить, что мы делаем. Это секрет? Это пока что секрет, да. Но нам крайне важно и интересно узнать, чем занимаются инженеры здесь, познакомиться с ними. Слушай, ну я не инженер, я здесь как зеленая пьяная обезьяна. Меня сюда позвали как зеленую пьяную обезьяну. Это ведущие, я специально говорю, что это вот академические инженеры. Потому что я по образованию менеджер, я управленец. Я не инженер. Но выступаю с инженерными инициативами, с прорывными. Поэтому у меня... А? Ну, да, да. Так что ж направили ко мне, что вы таким целевым образом пришли прям. Нам просто сказали, что с вами очень интересно, можно будет поговорить. Представьте, пожалуйста, чем вы занимаетесь. Чем я занимаюсь? Последние 10 лет я стремлюсь оказать максимальное воздействие на СОЦУ. И нашел механизм, что в рамках юридического поля максимально эффективно оказать воздействие можно, например, приняв участие в выборах президента. По конституции каждый гражданин, кому исполнилось 35 лет, есть высшее образование, может выдвинуться самовыдвижение на воздействие президента. Нужно собрать 500 человек в инициативную группу, пригласить представителей ЦИКа. Если все это дело пройдет нормально, потом вам дается полтора месяца, и нужно собрать 2 миллиона подписей более чем в 70% регионах. Ага. Это, конечно, нереализуемая задача. Но попасть в средства массовой информации возможно. Теперь встает вопрос, для чего попасть в средства массовой информации? Для того, чтобы обратить внимание общественности... Микрофончик возьмем, поскольку у нас тут монолог идет. Обратить внимание общественности, что... Сколько у нас зрителей? Уже 25 человек. Обратить внимание общественности, что среди нас есть недооцененный кадровый потенциал. Это, как правило, люди старшего поколения, которые работали... Ну, застали Советский Союз и принимали участие в научных экспериментах, в фундаментальных исследованиях Советского Союза. Вот. И на сегодняшний день, на сегодняшний день у нас есть окно возможностей. То есть моя задача достучаться хорошо, чтобы пришли молодежь, потому что мой клич больше к молодежи. Потому что когда я начинал действие, я думал, что я молодежь, мне там 35 лет, я молодежь. Но прошло уже 10 лет, и я понимаю, что назвать себя молодежью, ну, как-то уже 45 мне вообще-то. Вот. Поэтому всегда бороться надо за голоса молодежи. Вот о чем идет речь, что в головах старшего поколения есть новые научные парадигмы. То есть как получить энергию из окружающего пространства, что такое холодно-ядерный синтез, в общем, как решить все те накопившиеся технологические проблемы, которые есть сегодня на планете, проблемы. Вот. Мы живем в эпоху ростовщического процента, когда деньги стали товаром. Вместо того, чтобы деньги, вместо того, чтобы быть обменной функцией, они стали товаром. И на 1 рубль существует чуть ли не 100 инструментов-деривативов. То есть это огромный мыльный пузырь. И единственный, единственный существующий механизм убирать этот пузырь – это война. Вот. И, соответственно, подрастающие поколения, молодежь, понятно, что вы, ну, по физиологическим особенностям, вы молодые еще, ну, как бы не так особо думали, но должны понимать закономерности, цикличности, что готовят к большой бойне. Вот раздербанили Украину, вот пытаются в России раздербанить. Для чего? Чтобы был между собойчик, ну, типа гражданской войны. То есть борьба, и это по всей планете. Вот видится, мне видится, что Россия сначала может реализовать внутри страны экономику изобилия, то есть позаботиться обо всех гражданах, создать экономику, независимую от других стран. Потому что современные экономисты говорят, что у нас население 147 миллионов, и это количество населения является нашим внутренним рынком, потребителями. И если мы начнем выпускать некий массовый товар, то количества населения недостаточно, чтобы окупить серьезный цикл. Для этого якобы нам надо выходить на внешние рынки. А выходя на внешние рынки, мы выходим, и оказывается, что мы не совсем конкурентоспособны, потому что у нас высокая процентная ставка по кредитам, у нас дорогие энергоносители, у нас дорогие накладные расходы по обогреву помещений, большие расстояния внутри страны, логистические расходы. И я 10 лет говорю о том, что может произойти чудо, русское чудо, когда мы можем договориться всем обществом, мы можем всем обществом договориться, что наши предки отдавали свои жизни, воевали, строили страну, предприятия. Для чего? Чтобы создать технологии, которыми управлять может государство, и чтобы все эти технологии служили каждому человеку. То есть государство, вот мы работали на благо государства, на благо, на благо. А наступает такой момент, когда мы можем сказать, что мы находимся на таком уровне технического развития, что государство может обеспечить высокое качество жизни каждому гражданину, вне зависимости от точки проживания. То есть в Москве у него там электричество, ну все, и в любой точке, вот где бы человек ни жил, в любой точке. Вплоть до того, что дома, это автономная энергетика, это сразу дает возможность создания новых средств перемещения в пространстве. А новые средства перемещения в пространстве, это не только самолеты, это не только новые виды вооружения, средства доставки оружия, но это могут быть объекты любого размера. То есть это может быть и там летающий автомобиль, это может быть летающий дом, а может быть летающий город. Вот. Кажется, очень футуристичная идея. Но среди нас есть люди, которые работают над технологиями автономной энергетики, неограниченной мощности. Соответственно, развитие этих технологий – это всего лишь уровень нашего с вами ментального развития, интеллектуального, как мы сможем этим распорядиться. Технологии эти на сегодняшний день не внедряются по причине того, что никто не знает, как разрулить сегодняшние проблемы на планете. Есть на планете разные центры силы, одни заинтересованы в одном, третий в другом, религиозные фанатики, фанатики денег, в общем, существуют разные доктрины. Но я это двигаю, потому что, мне кажется, это самое интересное в жизни. Я понимаю, что подавляющее большинство населения живет в стране с ощущением полной бесперспективности. Что в голове у Владимира Владимировича и какие у него планы по поводу развития страны до 2030 года, но мы, простые граждане, не знаем, он с нами не особо делится, общие фразы такие. И поэтому люди живут в сегодняшней реальности и понимают, что в условиях капитализма идет автоматизация производства, с рабочими местами проблема, с высокой заработной платой проблема. И тогда встает вопрос, мы сюда, современники, мы родились в это время, и что мы видим? Мы видим сложности определенного экономического периода. И что мы делаем? Мы либо роняем сопли и... Ну, обреченно живем, обреченно живем. Я вот выбрал позицию доносить до людей, что у нас есть среди нас ученые. Но тоже я обществу напоминаю, что, оглядываясь на историю назад, мы видим, что общество всегда топтало людей, которые чуть выделялись от среднестатистических. И признание приходило, ну, бывало там, ну, после смерти, хорошо, если сразу, а может быть и несколько столетий после. Вот, поэтому последние вот 10 лет я делаю прямой интернет-эфиры, выступаю, и цель встречи в прямом эфире с первым лицом государства. Потому что только первое лицо государства может послать месседж, месседж гражданам. Потому что сейчас граждане, даже если слышат вот эту речь, они говорят, ну, Ярослав, ну, ты с ума сошел. Ну, во-первых, Путину, это первому Путину это не надо. Всему нефтяному олигархату это не надо. Всему банковскому олигархату это не надо. Я говорю, я понимаю, что им это не надо. Но почему вы, ну, за них рассуждаете? Вы же каждый должен... Вот я как солдат, я взял винтовку, и вот вы видите меня здесь. Я в своем окопе вещаю. Идет трансляция, зрители нас слушают. Через сутки это будет уже тысячи просмотров. То есть это вот таким вот образом я работаю. Что на сегодняшний день? Задача... Задача вписать Россию в историю развития цивилизации. Вот как запуск Гагарина пройдут тысячи лет. Ну, сколько будет существовать цивилизация. И первый полет человека в космос вся планета будет знать, что это была Россия. И вот сейчас то, чем я занимаюсь, я долго формулировал, какие приоритетные задачи надо ставить. Приоритетную задачу надо ставить сменой экономической формации. Экономика изобилия и благо для каждого. То есть из России мы говорим, что не мы сильная страна, и мы отожмем всех, и будем всех нагибать, и все будут на нас работать, чтобы мы были счастливы, а другие как наоборот. Мы сильные, мы умные, мы мудрые, и мы несем ответственность за тех, кто не может о себе позаботиться. Вот нормально? А как вы попали на это мероприятие? На технодоктрину? Ну, я уже не первый раз выступаю. Я в прошлом году помогал технодоктрине прямым интернет-эфиром. с инженерами. То есть как-то позвали на совещание инженеров. Я там выступил про эфир, про прорывные технологии. Большая часть людей к воруму сказали, что это сумасшедший. Ну, как бы нельзя такого упускать. Но Евгений, организатор, он такой понимает, что нужно пускать свежую кровь. И назвал меня зеленой пьяной обезьяной, чтобы сотрясать вот этих вот столпов современного военно-промышленного комплекса. Ну вот. Задача зафиксировать за Россией преимущественное авторское и патентное право на новую научную парадигму. Сейчас мы торгуем нефтью и газом. Чтобы было понятно, люди спрашивают, а на чем Россия будет зарабатывать? В 21 веке самый высший пилотаж зарабатывать на интеллекте. То есть создавать новые научные направления, технологии, и отдавать франшизу тем, кто хочет этим пользоваться. Есть пример Арабских Эмиратов, там граждане не работают и каждый имеет свой персональный счет и от продажи природных ресурсов там имеют долю. Есть коммунисты, есть националисты, они говорят, давайте отберем у буржуев, то есть перепишем Конституцию, подправим, чтобы граждане имели право на долю от сырья, от продажи нефти. Я говорю, даже этого не надо делать. Мы идем опережающими шагами. Олигархат не будет знать, что делать с этими нефтяными приисками. Но государство им, конечно, поможет убрать все безобразия, которые там с природой творятся. Но я к чему, что мы можем оказать существенное влияние на развитие целиком на планете. выступал Синь Цзяпинь, это председатель китайской партии. Он привел такие цифры в Организацию Объединенных Наций. Я всего лишь цитирую его. 800 миллионов людей на планете за чертой бедности. 5-6 миллионов детей до 5 лет ежегодно умирают от голода. Ну и так далее. И встает вопрос, мы осознанные либо мы животные? То есть я вот ставлю радикально. Если мы животные, мы можем не ставить задачи, ни о ком заботиться. Вот есть я, моя семья, всех остальных давлю и ни о ком не думаю. Если мы разумные, тогда ну тем более, что Китай уже показал пример. То есть мы сейчас задерживались. 25 лет нас разрушали. Нужно понимать, что был социализм и нас стали разрушать. Одна из причин разрушения в чем? Что мы опередили капитализм по фундаментальным исследованиям. Нам еще лет 10-15 и мы завалили бы весь мир новыми технологиями. Но понятно, что были проблемы в управлении, люди были недовольны социалистической системой, достаточно очень легко удалось оболванить людей. А оболванили людей в каком плане? Что говорили, вот смотрите, в Америке безработный получает пособие тысячи долларов, ничего не делает и получает тысячи долларов. И те, кто в Советском Союзе сидели там, ну, на рутинных работах, получали не так много, были недовольны системой, конечно, они такие, тысячи долларов по сравнению. И повелись на это. Сейчас мы видим, что у пенсионера пенсии 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей это 150 долларов. А? Ну, есть еще меньше, да. И, соответственно, старшее поколение говорит, для чего наши прадеды Великую Отечественную погибали, что вы так вот страной распорядились? Вот, поэтому приведу простой пример, чтобы вам было понятно. Я это буду озвучивать на технодоктрине. сейчас, на ближайшие годы, то есть какой разрыв между академической наукой и альтернативной, которая считается, вот она какая-то не такая. Приведу конкретный пример конкретного изделия, которое было сделано, было продемонстрировано, было задано военно-промышленной комиссии, оно было положено под сукно, установка была вывезена из страны. Ну, потому что спроса на нее не было у государства. Что за установка? В ближайшие годы планируется в стране запустить несколько предприятий по производству нано-порошков и говорится, что эти предприятия будут выпускать по 80 тонн нано-порошков. 80 тонн. Это считается типа много. Вот установка, о которой я говорил в 2007 году, она производит технические характеристики 3 тонны в час. 3 тонны в час множим на 24 часа, множим на 365 и получаем 26 тысяч тонн. Чувствуешь разницу, да? То есть нам, гражданам, говорят, Чубайс или кто-то там, я не знаю, а говорят, мы сейчас будем строить высокотехнологическую страну и вот 80 тонн будем выпускать. Я говорю, да это лохотрон, это лохотрон, потому что вот тактико-технические характеристики, мы могли выпускать 26 тысяч тонн. Чувствуете разницу прибыли для страны? А это нано-порошки вплоть до одного нанометра. То есть это создание абсолютно любых материалов. С материалами связано, нет? Немножко. Немножко. То есть можно сделать канат толщиной в человеческие волосы и он будет как самый прочный что только может быть на планете. Один нанометр там площадь поверхностного соприкосновения стремится к бесконечности. Поэтому считается очень как бы. И вот такая разработка просто очень много часто говорят Ярослав, а есть что продемонстрировать? Ты много говоришь про летающие тарелки, про какой-то вот, я говорю, вот, пожалуйста. Эта установка была в научно-исследовательском институте, был целый цех выделен под это, демонстрировалось и так далее. Вот. Нужна политическая воля, потому что нам навязали западный подход, что если у вас что-то есть, сделайте прототип, и бизнес тогда у вас это дело купит. Но нужно понимать, что мы работаем не с каменным углем, мы не паровоз делаем, мы не с радиоактивностью работаем, мы реакторы делаем, а мы переходим на уровень уже субатомных частиц. И ожидать от одиночного разработчика, ну даже или от пулы разработчиков, энтузиастов, что они на коленке в гараже это сделают, нереально. Вот. Но понимаю, что с годами у меня сложилось понимание, что первое лицо государства знает об этих технологиях, но общество не готово. И вот я веду прямые интернет-эфиры и говорю, а насколько, то есть, что является критерием готовности общества или неготовности. Вот сейчас прошли, то есть, идут выборы депутатские, нигде в дебатах мы не слышим, чтобы кандидаты говорили про прорывные технологии и чтобы граждане спрашивали про прорывные технологии. Это свидетельство того, что идея еще не распространилась в обществе. Ну, а чтобы идея распространилась, вот я веду свою деятельность. И какие фидбэки вы получаете в своей деятельности? В фидбэке какая обратная связь? Обратная связь. Ну, есть аудитория, которая считает, что 10 лет я валяю дурака, лохотроню людей, собираю деньги, и результатов нет. Есть такая категория граждан. По факту, по факту в течение последних лет практически ежедневно на альтернативном ресурсе ведутся прямые трансляции, и люди, инженеры, изобретатели общаются друг с другом, находят друг друга, и возникает синергетический эффект. То есть я один выполняю функции, есть сводня такое, там жениха, невеста сводит, да, а я по интересам, то есть дистанционно поддерживается дистанционно поддерживается клуб знакомств по очень узкому профильному направлению, то есть сутками люди могут заходить на трансляцию и обсуждать как наматывается катушка, как вот меряется меандр, как подключается, ничего другого, только вот это. То есть то, что по телевизору если показать, ну, аудитория, конечно, это выключит. Но я исходил из чего, что я общался, например, там с Иссыковским Владимиром Акимовичем, Иванов, Юрий Николаевич, это люди, которые разработали ну, некую свою научную теорию. И когда в обиходе с ними беседуешь, они говорят, Ярослав, а поговорить не с кем. То есть каждый день они выступают с лекциями, с конференциями, с докладами, проводят семинары, но встретить человека, который изучил его фундаментальный труд, разобрался в нюансах и может глаза в глаза подискутировать вот именно по сути, нету таких людей. И вот площадка глобальной волны как раз позволила, ну, это все понятно, потому что человека контактов достаточно ограничено. в Москве мы проводили семинар, Иванов проводил семинар ритмодинамики, ну, сколько с Москвой может собраться, с одной Москвы собиралось зал политехон, ну, 30 человек, 30. И это было 10 лет тому назад, когда я познакомился. Я видел, как будут развиваться технологии, я понимал, что вот прямые интернет-трансляции станет возможно, то есть, что я вот приеду, там, через сколько-то лет я куда-то приеду, нажму кнопку, и нас из любой точки планеты будут видеть и слышать. И это дело я поставил на службу работу ученым и образовался коллектив единомышленников вокруг, ну, каждого ученого. И вот это обратный фэдбэк, что происходит. Соответственно, большое количество изобретателей получило материальную поддержку и ресурсную поддержку. То есть, когда, ну, выступает там Рыбников, или, ну, в общем, разные люди выступают, говорят, у меня есть идея, вот хочу вот это или вот это. И я прошу дать прямые телефоны. И людям напрямую начинаю звонить и предлагать, мы можем быть полезны вот этим, вот этим, или вот этим, или вот этим. Фактически, то, что, ну, должно было бы делать государство, я это со стороны менеджмента перевел на народное микрофинансирование. То есть, я понимаю, что ходить, получить гранты или еще что-то, или обивать пороги, это, конечно, сложно, но на левом уровне мы можем справляться взаимопомощью. Ну, кто-то называет это кооперацией. Вот, за эти годы трансляцию смотрят из множества стран, смотрят сотрудники спецслужб, смотрят из администрации президента, вот, но вердикт один, президент это функция, огромное количество хороших голов, значимых голов, умных голов, но президент лично не может взять и одного выделить, например. Ты должен себя проявить, ты должен вокруг себя сплотить людей, ну, в общем, образовать эгрегор. А если образовался эгрегор, это значит, ну, космические основания, воля неба, обстоятельства уже сложились. И в этот момент президент уже посчитает нужным либо встретиться, либо заглушить инициативу. Тут тоже вот непонятно, возможно, преждевременно вот эта инициатива. Но поскольку я в кармане вечный двигатель не тоскаю, меня очень легко представить в образе такого фантазера, поэтому бегай с такой идеей, светлой идеей счастья в каждый дом, ну и хорошо. Вот вы говорите об онлайн-встречах, о каких-то форумах, а как вы относитесь к реальным встречам, таким как это, допустим? Как вы думаете, такой формат нужен? Этот формат нужен нужен, нужен, конечно, нужно объединять. Вот я пришел к тому, что нужно выступать лично и обязательно включать камеру, он камера стоит, я не включил сейчас камеру, но поскольку у нас идет прямая трансляция, не нужно, то есть происходит дублирование систем. Конечно же, нужно глаза в глаза, потому что очень важно, вот вы сидите напротив меня, задаете вопрос, вы смотрите мои реакции, смотрю я в глаза, не смотрю, бегают в глаза, не бегают, как реагируют, как отвечают, это очень важно, ну просто определиться, вообще здоровый человек, нездоровый человек, что-то за этим. Вот, поэтому, конечно, важно личность, ну в принципе, личная встреча, здесь тоже личная встреча, потому что трансляция, чем интересна трансляция, именно такой формат и будущее именно за таким телевидением, потому что здесь положительная обратная связь, здесь люди могут, я разместил ссылку, и сюда из любой точки могут войти люди и начать задавать вопросы, то есть, вот она реакция, что у нас, ну на этом и построена видеоконференция, что люди из разных точек планеты, они заходят и начинают вживую общаться, вживую общаться, и огромный плюс, что это сохраняется, и потом люди могут пересмотреть, те, кто не успел на прямой эфир, ну потому что разные временные, на работе или еще что-то. единственный нюанс, который хотелось бы до вас донести, что ту работу, которая сейчас проводится и вообще весь интернет, он фактически весь подконтролен Западу, то есть, Google, YouTube, еще что-то, это все подразделения, подразделения разведательных организаций других стран, и мы от них зависимы, потому что одна галочка модератора и весь мой канал с 10 тысячами архива, я не имею к нему доступа. А у нас на территории страны аналога YouTube нету, Routube тоже не наш, Routube тоже не наш, и одна из тем доклада, что как бы здесь правильно сказать-то, понимаешь, я вот говорю президент, президент, это же не только президент, губернатор на месте может решить эту задачу. У подавляющего большинства губернаторов на местах, в регионах есть дата-центры. Зарядить стойку в дата-центре, сказать, что мы будем архивировать данные с учеными, но я немножко привязался больше к науке, хотя на самом деле это наступила уже цифровая эра, и мы можем оцифровать знания каждого человека в любом поселке, в любом городе, то есть везде, потому что уход каждого человека, ну, человек, который занимался, исследователь, ну, не просто обыватель, который дом, семья, семья, работа, ну, как бы вот такими, а занимался на благо общества, например, или занимался наукой, обучением, разработками, то есть каждый человек имеет огромный кладезь, и со смертью человека мы это теряем. Достаточно иметь собственные сервера, молодое поколение подрастает, и можно создать достаточно простую мотивацию, чтобы человек раз в неделю навещал того или иного пенсионера, на два, на три часа ставил камеру, записывал, записал информацию, получил свои баллы, эти баллы в конце года он может обменять на полет куда-то, на отдых, ну, на путешествие, что угодно. Вот, но сейчас у нас в стране идеологии нету, потому что мы находимся, мы оккупированы, в общем, если емко сказать, мы оккупированы, и нас разваливают, нас пытаются дальше развалить. Я вижу, что Владимир Владимирович ситуацию сдерживает, как может, как может, но финансовый ресурс, который противостоит, он неограниченный. Нужно понимать, что на подкуп людей, которые волей или неволей, активно или пассивно продвигают либеральные ценности, их можно подкупать просто вот этой бумагой зеленой. Она печатается. Слава Богу, слава Богу, что мы сейчас пришли в кризис, меняются, геополитические центры на планете меняются, Китай предлагает новые ценности, предлагает садиться за стол переговоров, то есть выстраивается новая архитектура. И в этой новой архитектуре нефть и газ в ближайшее время будут не нужны. Поэтому Владимир Владимирович, как далекий стратег, понимая, что нефть и газ еще, может быть, десятилетие протянет, протянет. Но потом, он знает, что есть прорывные технологии, но развал Советского Союза, ничего, что так долго, нормально, развал Советского Союза был осуществлен одна из задач прервать преемственность. Есть пожилой ученый, он умирает, пришла молодая поросль под техно-спецназ, им дают задание создать и холодный ядерный синтез, но у них не лабораторные базы, и самое главное, нет опыта, который они прошли в Советском Союзе. в Советском Союзе миллиарды тратили на науку, а наука движется вперед на базе неудачных опытов. Вот что еще обыватель, широкий обыватель не хочет понимать, и почему так тяжело, ну, народ не хочет финансировать науку. Почему? Потому что все хотят готовые изделия, а на опыта не хотят. Почему? Потому что гарантированного результата никто не дает. Может быть, надо будет год работать, может быть, два, может быть, три, может быть, десять, может быть. фундаментальные исследования это такие исследования, которые дают результат может быть, лет даже через пятьдесят. Потому что ученые только-только нащупали определенные эффекты. То есть по всем законам физики или там по всем законам должна быть вот такая вот реакция, а она другая. Почему? Еще непонятно, еще не совсем есть приборы, чтобы все измерить. И вот зачастую бывает, может понадобиться пятьдесят лет, прежде чем появятся компьютеры, которые умеют быстро обрабатывать данные, новые датчики, т.д. И тогда то, что пятьдесят лет нащупали, сейчас становится возможным. Поэтому о чем я говорю, что недооцененный кадровый потенциал, заключающийся в наших пенсионерах. Потому что со времен перестройки уже прошло двадцать пять лет, и те, кто были активными в Советском Союзе, сейчас уже пенсионеры достаточно глубокие. Там есть Ациковский, Бровин. люди 25 лет занимались исследованием диода. Вот один диод, он исследует одну функцию, что-то скачет, и говорит, я... Он в каждом эфире об этом говорит, в каждой записи он говорит, я умру, и нету ни одного человека, кому я смог бы, кому я передал весь багаж знаний. То есть вот что происходит сейчас. Ну, а я это дело озвучиваю. Я знаю, что тенденции государства создают различные IT-центры, различные инвестиционные платформы, акселераторы, допустим, инополисы и так далее. Как вы к этому относитесь? Прокомментируете? Это имитация. То есть дело хорошее, но никто не ставит задачу о новой научной парадигме. А почему? Потому что создают инополисы не ученые, а управленцы от науки. А им команду дает Российская Академия Наук. А Российская Академия Наук говорит, что холодного ядерного синтеза нет и быть не может, эфира нет и быть не может, автономной генерации не может быть, инопланетян нету, ну и так далее. Разрыв получается, да? Да, молодежи говорят, вот вам 3D-принтеры, вот вам компьютеры, они приходят и не знают, что делать. Потому что фундаментально структурой материи не занимаются и никто не ставит задачу заниматься новой научной парадигмой. Ну, а Цыковский в своих трудах хорошо описывает, что цивилизация двигалась, развивалась ступенчато, когда мы, ну, сначала человечество представляло все вокруг, что все единая материя, потом представили, что молекула, вот возникла химия, потом представили, что вот атом, возникла атом, шажками вот так вот двигалась. И сейчас, изучив атом, вам надо это чуть немножко погрузить, в конце 19 века стали изучать явления электромагнетизма. Максов, Розе, Тесла. Они по своим научным предпочтениям ну, не предпочтением, а своей научной ориентации. Они были материалистами. Они представляли, что все вокруг заполнено некой средой, не будем говорить некой средой, все передает, и тогда понятно, откуда что возникает. Тесла предложил Моргану, владельцу медных приисков, и Дженера Электрика, предложил создать устройство, чтобы в каждой точке планеты можно было получать электроэнергию. И через небольшое время во всем мире, во всем мире были проплачены огромные бабки, и Эйнштейн стал мировым светилой. И теория относительности стала лидирующим направлением, и олимп, научный олимп захватили релятивисты. То есть произошел перевар в науке, изобрели, электромагнетизм изобрели определенного направления ученые, а привели некого Эйнштейна, который ничего абсолютно не изобрел, только стырил, это все облетели в красивую обертку, и по всей планете кастрировали всю систему образования всех инженеров. И забыли про электромагнетизм. Вот, поэтому, когда создают Иннополисы, Наукограды, еще что-то, когда создают в парадигме Эйнштейна, это от бесплодия, от бесплодного мужчины и женщины не может быть потомства. Здесь то же самое. Поэтому я это называю имитацией. Нужно создавать Иннополисы, научные центры, когда говорить о том, что, дорогие друзья, наша задача постичь материю управления, вот, Иванов чем занимается? Такая хитрая формулировка. Управление ритмоволновыми процессами на субатомарном уровне. сложное название. Сложное название, но это шаг в глубь материи. Это значит, что мы имеем явные конкурентные преимущества. То есть, для чего создавать Иннополисы? это. Сейчас нужно понимать, то, что утаивают и не говорят. Задача системы образования, ПТУ, институтов, в подавляющем обществе, это социализировать гражданина, чтобы он мог себе заработать на хлеб. Все. То есть, задача сделать его эрудитом, чтобы он там космос постигал. Этого нету. Нету. Спасибо большое. Вы нас прям просветили. Вы так хорошо разбираетесь для неинженера. Много неожиданно. Да, я хоть не инженер, но погрузился в тем дело. Важно уметь погружаться в тему. Я не смогу рассчитать нагрузку балки, моста, еще что-то, но для этого есть специальные сопроматчики. А чтобы разобраться, что происходит, в науке, в медицине то же самое творится. То есть, сейчас уже есть большое количество разработок биорезонансного воздействия на организм. Радиочастотами, лазерами, еще что-то, без таблеток. И внутри организма активируются собственные регенерационные процессы. потому что таблетка не лечит. Таблетка убирает симптомы, а лечит все равно организм, Господь, Бог, создатель, кто нас там создал, внутри организма собственные силы исцеления. и есть множество методик, позволяющие регенерировать фактически органы. на Селигере Путину докладывали, что с раком решен вопрос и с сахарным диабетом научились бета-клетки возрождать. Но я вижу, что первое лицо не внедряет это. Объяснение простое, я вижу для себя, ну и как социологи говорят, что должно смениться несколько поколений. почему-то я ударно общаюсь с вами, с вами. Для меня это социологический эксперимент. Все равно мы рано или поздно превратимся в тлен, в пепел, мы уйдем. Мы сюда приходим и мы уходим. Как мы проведем это время? Вот технологически, технологически мы за год можем создать там сколько на планете? 7 миллиардов. 7 миллиардов изделий это будут как браслеты. микроволновая энергетика, рубиновые браслеты, вот Кушлев есть. Могут быть летательные браслеты. Наводнение, землетрясение, дикий зверь, со скалы это сорвался. Ну, неважно, у каждого гражданина, у каждого жителя планеты индивидуальное средство спасения. Это сорвалось, Кушлев говорит, йоговские асаны, они очень похожи как ключи. То есть ты, ну, чтобы случайно не включить, на правом запястье находится включатель для левого брелка, на левом брелке находится включатель для правого брелка, и также на ногах. Соответственно, ты должен вот так объединить, и ты можешь вот раз полетел. В руках у тебя могут быть вот то, что вот крестится, например, да, я вот когда вот изучал, то есть думал, вот будут браслеты, как оно вот летать, и я понял, что крестится сейчас вот тремя пальцами крестится, а старое крещение, оно было вот примерно вот такое. То есть это что получается? Это управление вот по этому вектору, управление по этому вектору. То есть ты когда летишь, ты можешь регулировать скорость, ну и наклон там, например, вот. Классная идея. вот у тебя в руках джойстик, тебе ничего не надо. Хочешь силу там увеличу? Ну, то, что в религии это есть, это всего лишь копия того, что люди видели. Я абсолютно убежден, что планета, что космос обитает, что планету посещали, но планеты здесь понятно, что делали, добывали, добывали что-то. Выкопные моря, вот это все дон узла, в которой здесь вот находится. Да, да. И все, лично я вижу, что это все искусственно. И по всей планете. Все планеты перекопаны. Но это отдельная тема. Ой, спасибо большое. Мы, наверное, поделимся, да, что мы делаем. Наша задача на этом проекте, наша задача на этом проекте придумать концепцию возможного кампуса, наверное, кампуса или здания, в котором могли бы регулярно проводиться подобного рода мероприятия. Научный центр, по сути, да, вот тут вот на косе Галяус. Там построить заново? Да, построить, но сначала вот в рамках воркшопа, который здесь проводится в течение пяти дней, мы должны разработать концепцию как архитектора. Да. Вот. И в таком формате мы собираем какие-то зацепки, пытаемся понять инженеров, которые будут там работать и их семьи, которые будут туда вместе с ними возможно приезжать. Вот. Мы очень вовремя пришли, потому что вы будете видеть, что я здесь буду говорить о том, что это все имитация. Вот. Нахождение на сегодняшнем уровне развития это имитация деятельности, имитация. Это мы в холостую прожигаем свою жизнь. В холостую. Я говорю, что нужно ставить сверхидеи, сверхзадачи. Сверхзадачи нужно ставить. Ну, бессмысленно вступать в команду по строительству завода на 80 тонн в год, когда в 2007 году была установка на 26 тысяч тонн. Ну, либо ты просто в доле там финиш и тебе все равно сколько там тонн ты свой кусок делаешь. Ну, а? Крупнее мыслью. Крупнее мыслью? Ну, смотрите, есть такой Глазьев, экономист Глазьев, помощник президента по экономическим вопросам. Если посмотрите его доклады, то он показывает диаграмму, что экспоненты, есть такое развитие, есть плавное такое, а экспоненты это резко вверх. Вот весь мир стоит в нескольких годах в нескольких годах от роста по экспоненте по прорывным технологиям. Вот мы отстаем. Мы отстаем почему? Потому что со времен Советского Союза есть Российская Академия Наук, в которой существует отдел по борьбе со лженаукой. Мы с вами беседуем, ну как бы, ну нет, такая версия, такая, ну хорошо, мы как бы дружим. А в академических кругах, если ты в своей работе использовал слово эфир, ты никогда не защитишься, эта работа нигде не будет опубликована и на тебе коррекция. Эфир в плане материи? Эфир, ну в плане следы, в плане следы, что попытка объяснить определенные процессы. Но и это еще сказать. Здесь собираются больше молотняк такой, не особо работающий с перспективными изделиями. Вы из Москвы, нет? Краснодар. В Москве есть российский университет Дружба народа. И там уже более 10 лет проходит семинар, который называется «Холодная ядерная синтеза шаровая молния». Там есть теоретики, занимаются холодным ядерным синтезом. И последние два года туда пришел Иванов, Иван Яковлевич, по-моему, я не помню. Он разработчик двигателей для истребителей пятого поколения. И он пришел с тем и говорит, ребята, я абсолютно убежден, я убедился, что должен быть эфир, его не может не быть. потому что мы загнали двигатель в такие сверхперегрузки, мы выжили из топлива все, что только можно, а у него пошел нарастать мощь. Этого не может быть, но оно пошло. Он говорит, ну я же не дурак, он же умеет топливо, считает, это, это, компрессия. уникальные случаи. Ну да, я к чему говорю, что сейчас уже начинает время поджимать, и первое лицо тоже в том числе. Что вам еще рассказать? Насколько слышно, давайте зрителей спросим здесь, напишите, слышно, нет? Вы нам дали столько пищи для размышления, нам надо еще структурировать информацию. Спасибо вам большое, что вы нам рассказали столько всего интересного. Я сегодня прям просветился. Ну это мало и что, так ладно, давайте общаться. Ну мы еще успеем. Хорошо. Целые пять дней вместе с вами. Спасибо вам большое. Да не за что. Светлана, Влад, да? Влад, да. Хорошо. Интересно? Назовляю. Аудиозапись, видите, с демограммой сохранится, можно будет посмотреть запись. А как это будет? Ну прям по числам будет. Вот, тест техно-доктрины, техно-спецназ 18 сентября, он прям канализ. Ну я не пишу. Да, вон трансляция идет. не слушаем. Не слушаем. Блокируем пользователя. Зачем мне здесь чать пользователя, который не слушает. Блокируем сначала на 500 секунд, а потом подумаем. Зрители, которые не слушают, у меня здесь пустышки не нужны. Дорогие друзья, кто хочет здесь початиться, может отправиться. Все слушаем. Вот пишут зрители, что все слушаем. Спасибо, я слушаю. Бронислав, слышно было нормально? Очень хорошо. Хорошо. Насколько была донесена мысль, все понятно? Очень прекрасно, Ярослав. Спасибо. Хорошо. Ну вот, натренировался за эти годы, да.